С вами Алексей Ницца и этим видео я начинаю серию видеоуроков о визуализации данных на карте. Как собрать и отобразить важную информацию на карте для ваших пользователей? Как визуализировать данные вашей целевой аудитории? На основе принципа отображения данных на карте существует множество общественно важных сервисов. Возможно, именно вы сможете сделать свой собственный проект, который будет полезен многим. Существует множество способов сделать это, но прежде чем данные визуализировать, их нужно собрать. Для этого также существует множество вариантов. Сегодня я расскажу о том, как собрать данные с помощью Google Form. Для этого необходимо иметь аккаунт в Google, он у вас точно есть, если вы пользуетесь почтой Gmail. В разделе «Диск» вы можете создать или выбрать папку и нажать «Создать», а там выбрать зеленую иконку Google Form. Google Form – это простой функциональный инструмент для создания опросов, форм регистрации и сбора любой информации, которую вы хотите получить от людей. Для начала нужно заполнить форму, придумать название и дать краткое описание, чтобы люди, которые зайдут по ссылке, смогли понять, к чему именно эта форма и для чего именно вы это делаете. Смысл Google Form – создать поля, в которых пользователь будет заносить информацию. Это может быть и текст, и вариант ответа, например, если вы делаете голосование и многое другое. Возможности Google Form хватает в большинстве случаев. Все данные от пользователей будут записываться в Google таблицу. Обращаю ваше внимание, что открыто публиковать можно только ту информацию, которую не показывают личные данные пользователей, например, электронную почту, телефоны и другие конфиденциальные данные. Давайте создадим несколько полей, в которых попросим людей указать свое имя, их город и ту температуру, которая у них сейчас в городе. При однотипных вариантах можно создать один вопрос и потом его клонировать, внеся правки. Теперь можно посмотреть, как форма будет выглядеть для людей, нажав на «Открыть форму». Если дизайн не нравится, его можно поменять, нажав на «Сменить тему». Здесь есть несколько вариантов. Возвращаемся обратно, нажав «Изменить вопросы». Нажав на синюю кнопку «Отправить», можно поделиться ссылкой со своими коллегами и сделать ее короткой, а также встроить в форму свой сайт, скопировав код и указав нужный размер. Внизу формы можно изменить надпись «Подтверждение отправки заполнения формы». Теперь заполним формы тестовыми данными, как бы это было на самом деле, если бы форму заполняли люди. Нажав на «Посмотреть ответы», мы попадаем в таблицу с данными. Именно сюда записывается вся информация. Это обычная таблица, и в ней можно работать привычным образом, изменяя, например, параметры столбцов и строк. Эта Google таблица создается автоматически при первом ответе на вашу форму в той же папке, в которой вы создали Google форму. Таблица имеет такое же название плюс в скобках «Ответы». Таким образом, с помощью Google форума можно с легкостью собрать данные от ваших пользователей, которые впоследствии можно открыто использовать. Субтитры создавал DimaTorzok